Хей! Всем большое привет, дорогие ребята! Меня зовут Маус, и добро пожаловать на мой второй канал под названием Сундутит Мауса. Это вторая серия по выживанию в Майкрафте на версии 1.19 на хардкоре и в прошлой серии. А именно в первой мы с вами построили себе вот такой вот так называемый фундамент для дома, который сегодня я буду слегка настраивать. И вообще, я сегодня хотел бы помимо дома отправиться в шахту за какими-нибудь ресурсами. Даже свинюшка. Ты мне ответь, пожалуйста, на что-нибудь интересное. Какая ты некультурная, ёлышкин ты, Шкод. Ладно, хорошо. Короче говоря, действительно, надо будет найти себе какую-нибудь пещерку. У меня уже есть с собой немного мяса, да и, в принципе, я уже готов отправиться. Спасибо огромное всем за лайки, за комментарии. Кто ещё лайк не поставил, прямо-таки сейчас поставьте лайк, чтобы новые серии выходили как можно чаще. Ну и, в принципе, чё? Я хочу найти действительно пещеру. Нужно её отыскать где-нибудь поблизости, чтобы сильно далеко потом до дома возвращаться не пришлось. Но проблема заключается в том, что нигде ёлки-палки в этом биоме печер я пока что не встречал. Какие-то холмы есть и так далее. Океан повсюду есть, а ни одной пещеры нету. Это непорядок, надо что-то с этим делать и, соответственно, я тогда, наверное, придумал. Отправлюсь вон в ту сторону, может быть, там что-нибудь будет, потому что, ну блин, ну тут вообще, ну ничего нету. Это просто сумасшествие, какое-то красивое голубое небо, шикарнейшее белое солнце, прекрасная зелёная земля, очень вкусное жареное мясо в руке. И самое главное, посмотрите, что тут я вижу. Это, что это, саванна, да? Да, это саванна. Я её, в принципе, и в прошлой серии уже видел, так знаете ли, издалека, но сейчас мы её намного ближе рассмотрим. Посмотрим, что она из себя представляет, потому что очень интересно. Там, в принципе, может даже и деревня попасться нам, если сильно повезёт. А если совсем не повезёт, то ни деревни и ничего мы там не встретим. Но пещеру-то хотя бы 100% я в этом биоме должен буду найти. Пожалуйста, сколько можно уже идти? Идя одной пещеры, реально, вы посмотрите. Вообще ноль пещер! А, чуметь, что за серия такая странная вначале? Я просто в шоке. Кстати, пока я бегу, хочу вам всем сказать, что я каждый день стримлю. Почти что каждый день на этом канале. Поэтому, если вы ещё не были на моих стримах и не знаете, когда они будут... Оооо, деревня, нифига себе! Короче, если вы не знаете, когда будут стримы, подписывайтесь на телеграм-канал. Там я оповещаю о стримах, о сериях и так далее. Поэтому, чтобы быть в курсе всех событий, обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал, ещё раз говорю. Всё, спасибо большое, что я ссылка в описании. Я быстренько бегу в это замечательнейшее поселение, которое прямо-таки сейчас здесь я встретил. Нифига себе, как говорится, вот это поворот событий. Нам действительно повезло. Мы встретили деревню Саванны. Здесь находятся очень прикольные жители. У них имеются такие красные костюмы. Короче, я даже не знаю, как бы их назвать. То ли они арабы у нас, то ли они греки. Наверное, да, я вас греками назову. Вы будете греками, слышишь меня? Это у нас кто? Это у нас мясник. Новичок. Имеет у себя в запасе немножко измрудов. А мы им можем дать свинину и курицу. Точнее, это крольчатина. Слушай, я, конечно, очень рад был с тобой поторговаться. Но пока что у меня недостаточно всякого рода мяса и так далее, чтобы с тобой торгануться. Поэтому, пожалуй, я, наверное, отсюда пойду. Вот, ты меня уж извини. Но я думаю, рано или поздно мы с тобой еще поторгуемся. Самое главное то, что эту деревню мы теперь обнаружили. Мы знаем то, что здесь есть какое-то поселение. Тут есть движуха, как говорится, цивилизация. И тут явно можно будет, как говорится, совершать какие-то свои интересные прикольные дела. Вот, кстати, я вот тут пришел такой. Тут маленький ребенок. Я, наверное, его ограблю. Тут немного изумрудов есть. Хлебушек. Немного саженцев, акации. Я их тоже соберу около своего дома. Думаю, посажу. Может, прикольно даже будет смотреться. Что у нас там дальше такого прикольного есть? Давайте-ка посмотрим. Кроватка. Кстати, кровать у меня есть. Но я бы себе вот эту вот красную собрал бы. Забрал бы. Потому что она, в принципе, прикольно смотрится. Что здесь, опять-таки, хлебушек. Какая красота. Какая красота. У нас еще несколько домов, получается, которые я еще не облутал. Надо быстренько их будет облутать. Здорово, парень. Как твои дела? У тебя все еще нормально? Все. И всегда я буду решать сам. На том простом основании, что я мужчина. Ну, ты вообще такой красавец, железный. Я в шоке с тебя. Ладно, короче, не будем на него зацикливать тоже внимание свое. Так сказать, немножко обворуем деревянку. Деревянку. Деревню. Заберем у них пшеницу. И пойдем еще облутаем вот эти вот домики. Посмотрим, что еще тут такого прикольного. Нам может попасться. Так, здрасте. Почему тут у вас трава растет, елки-палки, в деревянном полу? Это странно. Как-то, знаете ли, ведро. Хлебушек еще немножко. Класс. Ой, запер сам себя. Пойдемте дальше. Еще тут домики, наверное, с сундуками. Да, отлично. Еще хлебушек. И еще ведро. Господи, сколько ж йодер-то, елки-палки. А тут у нас что такое? Угу. Тут ничего нету. Хорошо. Я тут подумал, что тут оранжевая кроватка есть. Я, наверное, лучше ее заберу, потому что оранжевая кроватка будет явно поприкольнее красной, так как оранжевый это мой цвет. Мой тотемный цвет. Мой, что ли, талисманный цвет, можно так назвать. Действительно, я очень этот цвет люблю. У мясника мы уже били. И тут у него коровы. Мы их трогать, конечно же, не будем, потому что очень сильно жалко их. Как-никак они у него пасутся. Так, а я вон в том доме-то был. Что-то я не помню. А в этом я был. А в этом я тоже был, в принципе, по ходу дела. Вот сюда еще нужно сходить. Вот эту вот пшеничку забрать. Ну и, в принципе, как бы все. Небольшая деревня. Довольно-таки скудненькая, маленькая. Но в любом случае, жители здесь есть. А это значит, что уже их можно будет размножать. Поэтому как-нибудь я ими обязательно займусь. Если вы, конечно же, этого хотите. Если хотите, чтобы я побыстрее занялся жителем, можете об этом написать в комментариях. Все комментарии читаю. Почти все лайкаю. Ёшкин, ты ж, кот, посмотрите, какой шлем. А это что за бархатные тяги? Вот это да. Вы только посмотрите на это. Вообще. Что за тяги? Такие бархатные тяги, ребята. Фуф. Также в доме я замечаю факела, которые 100% нужно собрать. У меня сколько получается? Две штучки в запасе. Это уже лучше, чем ничего. Ну и, в принципе, да. Деревню мы нашли. А вот с пещерой колоссальные проблемы обстоят, потому что, ну, ни одной пещеры я не встретил. Как это так, я не понимаю. Кстати, погодите-ка, а где? Откуда я пришел вообще? Я пришел, по-моему, примерно оттуда. Да, я оттуда пришел. Наверное, обратно я, в принципе, и пойду. Потому что стопудово где-то, вот если вон туда я сейчас отправлюсь, будет какая-нибудь пещерка. Ну, 100% должна быть. Да, это пещера? Нет, это не пещера, ребята. Ну, у меня есть второй вариант, кстати говоря, в запасе, что я могу сделать, раз я не могу найти эту самую пещерку. Искать ее прямо-таки около дома, вырыть себе шахту и так далее. Но я думаю, что это не самая хорошая идея, так как шахту рыть придется долго. Кстати, там черепашки, прикольно. Я, кстати, никогда не разводил в Майнкрафте черепах. Может быть, стоит этим заняться, как вы считаете? Я бы мог себе привезти немножко черепашек, так сказать, ближе к домику. Было бы, на самом деле, прикольно. К тому же, у меня океан близко около дома находится, поэтому для них можно будет сделать очень интересное место. Очень интересный такой морской загон. Никогда в жизни морскими загонами не занимался. И, блин, реально, это ж круто. Это ж круто. Я правильно вообще бегу, елки-палки? Что-то я запутался. Надо съесть жареное убрание, но это я как-то, не знаю, кляча какая-то медленная. Бегу. Вот теперь-то гораздо лучше будет. Где мой дом? Откуда я, мать его, приперся? Что-то я немножко не понимаю. По-моему, вон с той стороны. Мне срочно нужно дом найти, потому что скоро ночь. Я спать хочу. Хотя у меня кровать есть. Но, в любом случае, мне нужно сориентироваться, а то я что-то потерялся. Я точно... Да, все, вон там мой дом. Вон она моя коробочка, так называемая, фундамент. Так что, в принципе, мы рядом с домиком. Можем по этому поводу теперь не переживать. Может быть, где-нибудь здесь будет какая-нибудь пещера? Нет? Нету. Хорошо. Мне тогда очень интересно исследовать вот этот островочек, потому что я там не был. Я в прошлой серии даже на этом острове хотел поселиться. Но потом подумал, что все-таки, наверное, нафиг это надо. И, в принципе, наверное, правильно я сделал. На острове было бы слишком скучно, возможно. Может быть, тут у нас какое-нибудь железо встретится? Эй! О, лазурит! Нифига себе! Ну, это, конечно, не железо, но в любом случае тоже приятно. Тоже здорово. Поэтому давайте-ка быстренько выкопаем себе здесь небольшое такое пространство, чтобы мы могли с вами хоть наконец-таки нормально встать, постоять и покопаем себе этот самый лазурит. В дальнейшем он этот самый синенький ляпис поможет. Да, кто не знал, лазурит по-английски в переводе означает ляпис. Вот такое вот у него интересное незамыслатное название. Так, нужно бы как-нибудь мне тут тоже встать потихонечку. О, господи, как же это долго происходит, просто дичь какая-то. Эх, ладно. Короче, мне пока что достаточно будет пару лазуритиков. Тут, если что, он есть. Я буду теперь всегда знать, что если мне он понадобится, просто возьму и приплыву, добуду его тут. Так, пещера, пожалуйста, на этом островке, ну хоть ты попадись здесь, а? Неужели тебя тут не будет-то? Ну что ж за жесть такая? Ребята! У меня такая идея возникла! Не буду вам ничего сейчас говорить, хотя нет, скажу. Короче, я подумал, что вот на этом острове можно было бы создать самую настоящую деревню, то есть островное государство. Я придумал, чем я буду заниматься в своём летсплее. Одна из основных, получается, фишек, это будет реально деревушка. Блин, прикольная же идея вообще. Классная. Так, я думаю, самое время сейчас переспать. Вот, с самим собой, так сказать, переспать. Вот, теперь проснёмся и, наверное, пойдём куда-нибудь дальше. Кроватку ломаем. Вон там что такое? Ничего там нету. Блин, где ж пещера-то? Вон там черепашка у нас опять-таки плавает. Черепашка, это хорошо. Ну, интересно, почему черепашка, а не чери Андрейка, допустим? Или чери... Чери Костя? Ладно. Думаю, что мою шутку кто-нибудь оценил хотя бы. А я поплыву дальше. Я поплыву дальше. Поплыву на другой берег, так сказать. На мой уже, получается, остров. Там мой дом, там чёрная лошадка какая-то интересная. Слушай-ка. Я б тебя приручил бы и стал самым настоящим чёрным всадником. Действительно, лошадь очень такая, знаете ли, необычная. Прямо, смотрите, чёрнущая. Точнее, она коричневатая, слегка, по-моему. Я даже не могу понять, то ли она чёрная, то ли коричневая. Чуть попозже подбежим, поближе поймём. По-моему, она вот такого цвета плюс-минус. Ну, не знаю. Не знаю, не знаю. Кстати, вот тут тоже такое красивое место. Вы только посмотрите. Батюшки, ты ж, боже мой, как тут интересно. Пчелиные ули, там пчёлки. Хорошо, ребята, нормально мы с вами территорию исследуем, так сказать. Будем сейчас в дальнейшем уже ориентироваться. Но здесь песчаный берег просто песня. Вы только посмотрите на это чудо. Блин, если вы в комментариях напишите сюда переселиться, я, возможно, подумаю об этом и, возможно, переселюсь. Потому что пока что ещё есть время переселиться. Как говорится, пока что есть время вообще подумать, что и как делать. Сто процентов, дорогие друзья. Так что будем с этим в дальнейшем с вами разбираться. А сейчас я хочу понять всё-таки, где же какая-нибудь пещерка. Хоть маленькая, хоть одна есть. Чёрт подери. Я вот даже не знаю. Ну-ка, может быть, что-нибудь вот тут. Да ладно, пещера. Да ну нафиг, неужели что-то я нашёл? О, бог ты мой. Да, ребята, это какая-то пещерка. Сто процентов уже. Можно куда-то тут спуститься. И я вижу выход на улицу. Что подери? Что подери? Чё подери? Ничего не подери. Жопу подотри. Чё несу? Не понимаю. Ладно, пойдёмте вот сюда сходим. Что тут? Может быть, тут какая-нибудь уже будет железная руда? Хотя бы одна. Ну, пожалуйста. Ну, что ж ты будешь... Да ну нафиг-то, а? Ну и пещеры здесь. От слова совсем даже не пещеры. Пещерами даже их не назвать. Трындец, ёшкин ты ж, моталкин ты ж. Ладно. А чё там такое? Непонятно. Короче, я пойду себе, наверное, пожарю немного еды. Ещё вот сейчас убью вот эту вот беленькую овечку. Иди ко мне сюда. Молодец. Отлично. И пойдём ещё вот сюда. Молодец. Опа. Готово. Убиваем тебя. Всё. Корова, привет. Как твои дела? У тебя всё нормально? Всё в порядке? Ну, это хорошо, что у тебя всё в порядке. Чё за лошадка? Чёрная? Да, смотрите. Чёрный конь. Он реально полностью чёрный. Ты такой красавец. Я таких ребят красивых ещё, знаешь, не встречал. Не встречал. Просто бомбезный типок. Я с тобой 100% в дальнейшем подружусь. Ты будешь меня перевозить на дальние расстояния. Допустим, в крепость эндеровскую. Если я, конечно, её натащу в скором времени. Надеюсь, что я до этого времени не умру. Ребят, напоминаю, нам умирать здесь нельзя. Это самый настоящий хардкор. Если подохнем, будет просто обидно, потому что мир исчезнет. А это будет нехорошо. Итак, сырая баранина у нас жарится. Это очень хорошо. Я хочу хлебушек ещё покушать. Вот такой вот замечательнейший. В принципе, я уже, как говорится, не голодный. У меня уже второй уровень опыта есть. Но мне это совершенно ничего не даёт, потому что мне, мать его, нужно железо. И, судя по всему, ничего не остаётся делать, кроме как копать себе какую-то шахту. Действительно, ребята, так и есть. Поэтому давайте где-нибудь её начнём сейчас вырывать. Я думаю, что начну её вырывать примерно вот здесь вот. То есть тут выход. И, соответственно, тут уже у нас будет проход в шахту идти. Примерно вот в эту сторону. Как-то так буду копаться. Что-то вот в этом роде. В принципе, я думаю, нормально. Тут места проходика достаточно будет. Шахта у меня будет идти в четыре, получается, блока. Вот таким вот образом будем всё делом и выкапывать. И теперь можно вот таким вот образом лопатой все эти взаимодействия, так сказать, совершать. Этой киркой мы ломаем камень, этой лопатой землю. И продолжаем углубляться всё ниже, ниже и ниже. Не знаю, честно говоря, сколько мне придётся копаться, чтобы откопать себе хоть какую-нибудь, хотя бы нормальную, более-менее пещеру. Но я надеюсь, что на это уйдёт не слишком много времени. Вот. Потому что представьте такой вариант. Я вот копаю шахту, копаю-копаю, 10 блоков прокопал, 20, 30, 40, а ничего не находится. Такое тоже может быть. Но вероятность такая крайне мала. Потому что у нас тут с версии 1.18, я, если что, на версии 1.19 играю, но с версии 1.18 такие нереальнейшие генерации пещер сейчас есть. Поэтому шанс того, что мы пещеру не встретим, он крайне мал. Поэтому стопудово она будет. Стопудово какую-то крутую пещеру мы очень скоро с вами найдём. А пока что я сделаю просто-напросто вот такое вот небольшое углубление, чтобы оно хоть более-менее было похоже на шахту, так сказать. Чтобы в дальнейшем у нас был стимул её ещё сильнее и сильнее выкапывать. Вот таким вот образом. Давай, ещё. Копай. Кстати, уголь нашёл. Слушайте-ка, это уже приятно. Это уже первая, так называемая, более-менее полезная ископаемая, которая позволит нам переплывать и еду. О, тут ещё и медь. Кстати говоря, я её тоже буду собирать, потому что она пригодится для создания декоративных каких-нибудь блоков. Пока что ещё не знаю, что я буду именно из меди делать, для чего я буду её применять. Но потом мы это с вами обязательно придумаем. Отлично. Замечательно. Ох ты, иди ко мне ещё одна. Ещё медь. Ещё медь. Просто замечательно. Много меди у нас имеется. Мне, знаете, что нравится? То, что с меди выпадает очень довольно-таки большое количество единиц этого самого железа. Точнее, меди. 42 штуки выкопал, представляете, уже? А хотя вскопал вроде бы не так сильно много. А по факту довольно-таки прям хорошо у нас всё получается. Итак, ещё немножко уголька. Сейчас наформируем себе дополнительный уровень. Мне же будет третий, а потом пятый. И я всё-таки буду копить сейчас себе тридцатый уровень для того, чтобы в дальнейшем можно было зачаровать себе кирку на удачу 3. Это будет вообще красотень, потому что, как вы понимаете, удача 3 позволяет нам выкапывать намного больше ресурсов. Вот. Если вдруг вы не знаете, реально, это именно то зачарование, которое позволяет это делать. То есть, если мы копаем какую-нибудь труду, вместо одного, допустим, алмаза нам сможет выпасть сразу 4, а может быть даже и 3, а может и 5. Но 5 это уже, наверное, вряд ли. Максимум, наверное, 3 может выпасть с одного выкапывания. Да, потому что удача 3, в принципе, логично. Всё, застроили почти что. Вот таким вот образом. И чё, в принципе, я уже такую нормальную шахту, могу сказать, вырыл. Но, ладно. Хорошо, признаюсь, не совсем прям хорошую, потому что она довольно-таки ещё не глубокая. Но, в любом случае, это уже лучше, чем ничего. 100%, ребят. Думаю, что все со мной по поводу этого согласятся. Я каменщик, работаю 3 дня. Без зарплаты. Пипец, кирка сломалась. Вот это я, конечно, укопался. Думаю, самое время сейчас сделать себе, знаете что? Небольшой такой интересный проход в эту шахту, чтобы более-менее это как-то, что ли, смотрелось интересно. И как я буду его делать, вопрос риторический. Сейчас расскажу и покажу. Мне для начала нужно отправиться в лес. Кстати, у меня саженцы же есть. Да, давайте саженцы посадим поблизости, чтобы они у нас были, чтобы мы далеко потом в лес в будущем за деревом не бегали. Вот, пойдёмте пока срубим вот эти вот дубики. И, наверное, с помощью уже этого дубового дерева я смогу себе создать очень интересный вход в шахту. Как говорится, продекорируем сразу всё это дело, чтобы в дальнейшем нам ничего не мешало. Вот таким вот образом срубаем деревья, хумы. Отлично. Сколько я срубил? 10 штук. 10 дубовых брёвен, в принципе, не так много. Надо побольше бы ещё срубить. Например, вот эту вот часть ещё я покопаю себе сейчас. И, наверное, последний дуб сейчас у меня вырубится. Где-нибудь какой-нибудь можно, в принципе, большой срубить. Но нет, большой прям чё-то не хочется, чё-то не охота. А вот этот вот, в принципе, можно. Давай, молодец. Всё. Сколько у нас дуба получается? Дофига. Очень много дуба. Делаем палки, вернее, доски. А из них сейчас делаем палки и заборы. Сейчас я с помощью досок и забора смастерю себе очень интересный, так сказать, вход в шахту. Ну, господи, отрыгнул, представляете? Бананчик схавал. Такой вкусный за серией. Вы не представляете. Вы не представляете. Самый наиспелейший, наивкуснейший банан был. Вот, отлично. Палочки есть. Палки есть. Кстати, вы любите бананы в комментариях? Напишите. Есть ребята, которые любят бананы? Даже нет. Знаете, что мне больше интересно будет? Есть ли те ребята, которые бананы ненавидят? Есть такие? Если есть, то вы чё, серьёзно, что ли? Я в шоке с вас, реально. Это жесть. Окей. Насчёт шахты. Как и чё мы с ней будем делать? Давайте вам всем сейчас покажу и расскажу. Вот тут я сделаю вот такие вот интересные досточки. Поставлю, вернее, брёвнышки. После чего я поставлю вот здесь вот заборчики. Вот таким вот образом. Затем у нас пойдёт, наверное, опять-таки, брёвнышко. Вот таким вот образом. И поверх брёвен я, наверное, смастерю себе небольшие полублоки. Опять-таки, вот такие вот дубовые. Вот у нас полностью дубового стиля. Шахта будет, знаете, такая интересная, красивая, прекрасная. Так. Вот таким вот образом. Раз. Два. И вот так. Смотрите. Красиво же. По-моему, очень бомбезно всё это дело у нас выглядит. Мне очень нравится, как я это уже всё дело смастерил у себя тут, получается. Здесь можно вот так досками зафигачить. Соответственно, с этой стороны идентично нужно тоже подработать вот таким вот образом. Вот это, наверное, я зря завел, хотя нет, всё правильно. Всё правильно тут досками тоже дубовыми заделываем. Вот эту часть можно, получается, сломать. Ну и, в принципе, почти что дизайн шахты у нас уже с вами получился. Вот таким вот образом тоже. Всё. Ребята, просто красотень. Здесь ставим, опять-таки, тоже эти самые дубовые доски. Ну и, в принципе, вот такая вот шахта. Такой вот проход в неё получается. Мне очень нравится. Единственное, что бы я сделал, вот здесь же опять, чтобы более-менее эстетически всё это дело выглядело, сломал бы я земельку. Потому что как-то она тут не смотрится, что ли. Сейчас мы её по-быренькому, так называемым образом, выкопаем. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп Вот как-то так В принципе, теперь вообще довольно-таки неплохо Всё это дело выглядит Единственное, знаете, что бы я ещё сделал Как-нибудь бы по бокам всё это дело продекорировал Что-то по типу вот такого бы я сделал Может быть, как-нибудь вот так Как-нибудь вот так, вот так И по бокам ещё можно поставить факела Как раз-таки две штуки у меня есть Вот здесь один и вот здесь один Вот такая вот шахта, бочушки Какая красота, какая вообще красота Неписанная, будешь ты мой Так, может ещё тут что-нибудь сделать Вот типа такого что-нибудь, да Можно, кстати Ну-ка, не сильно ли плохо получилось Не сильно ли, а Нет, вообще нормально, слушачка Просто офигенно, дайте коллегу поспать В принципе, всё, шахта почти что готова Останется её только до конца, получается нам с вами Вырыть, ну и как бы всё Да, булыжник берём Булыжник берём, здесь сделаем небольшой такой Булыжниковый вход в нашу шахту Сто процентов вот таким вот образом Вообще красота Неписанная, ляпота А, наверное, ещё можно здесь небольшую такую каменную дорожку сделать Кстати, реально, никогда не думал из чего делать дорожки Наверное, я буду делать их из булыжника На первое время Потом мы, наверное, чем-нибудь эти дорожки заменим Пока что я ещё не придумал чем именно Но потом, думаю, руки до этого тоже дойдут Вот как-то так получается В принципе, очень здорово Тут тоже можно, наверное, булыжник Вот таким вот образом поставить Красивейшим Так, отлично Здесь тоже самое Всё делаем симметрично Я самый настоящий перфекционист, по-моему Вот Ну и теперь-то вообще просто нереально офигенская шахта у нас выходит Наверное, стоит вот тут ещё земельку выкопать Так как она, что ли, тут, не знаю, лишняя Во! Боже ж ты мой! Что за красота! Что за бархатная шахта у нас получилась! Идеальнейшая! Ребята, я очень рад! Надеюсь, что вы тоже Всем огромнейшее спасибо за просмотр сегодняшней серии! Я буду заканчивать! Ребята, подписывайтесь! Ставьте лайки! И чем больше лайков, тем больше будет выходить новых серий! Дорогие ребята, ещё подписывайтесь на телеграм-канал Там много всего интересного Оповещения о стримах Оповещения о роликах Сигме для подписчиков И многое-многое другое Я с вами не прощаюсь Поверьте, дальше будет только интереснее Увидимся в следующих сериях!